Здравствуйте, уважаемые друзья! Я, Олег Харламов, приглашаю вас на программу «Познаем истину». Тема нашей встречи сегодня – проект лучшего мира. Мы говорим о помощи нуждающимся. Мы говорим о том, насколько сердце человеческое должно быть добрым, сострадательным по отношению к тем, которые живут и находятся рядом с нами. Хочу представить гостей нашей студии, вместе с которыми мы будем открывать Священное Писание, книгу, Библию и будем размышлять над многими вопросами. Сегодня у нас в гостях Надежда Иванова, специалист в области общественного здоровья, пастор церкви Игорь Кириченко и также пастор церкви Павел Гончар. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Проект лучшего мира, да, хорошее название. Поговорим о том, какой же проект мы можем, или Господь нам предлагает для нас, живущих в настоящее время. Давайте вначале прочитаем книгу Левит, 19 глава, 18 текст, пожалуйста. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». «Спасибо». Ну, есть такое очень интересное правило, обычно его показывают так с ладонью, что прежде чем что-то взять, нужно отдать. Да, то есть ладонь, да, её нужно рожать. И, ну, часто так бывает, что помогая кому-то или отдавая, ты сам приобретаешь, как бы даже и не замечая для себя. Наверное, все переживают радость тогда, когда кому-то что-то делают. Когда ты видишь благодарный взгляд, улыбку, ты получаешь счастье от этого. Не всегда это даёт радость тебе, когда ты что-то получаешь, больше, когда ты даёшь. А почему мы боимся проявлять заботу о других людях? Потому что мы боимся, что они не будут проявлять о нас эту заботу. Ну, тут, наверное, да, много факторов играет. Бывают люди, что участвуют в какой-либо помощи, но не видят отдачи или не видят определённой благодарности. Бывает, что люди боятся того, что проявляя излишнюю заботу, ну, как им кажется, что человек ещё больше будет. Ну, это зависит от категории людей. Некоторые дают независимо и рады этому, и не ждут ответа. Ну, есть такое понятие, я часто его слышу, выражение «как бы всем не поможешь». Поэтому вообще не стоит этого делать. Если всем невозможно, зачем прибегать к этому? Тут, наверное, зависит от круга. И апостол Павел тоже говорит, в первую очередь, о ком надо заботиться? О своих. Да? Да. И, естественно, мы не можем всем помочь. Поэтому у нас есть какой-то круг людей, это естественно. Из этих кругов, это семьи, наверное, наши, это наши друзья. Из них состоит весь мир. Вот из этих таких вот… Ячеек. Ячеек, кластеров, групп. Ну, знаете, что приходится наблюдать, что вот часто люди, казалось бы, не имеющие большого достатка, люди, которые где-то, может быть, даже живут на вокзале, они проявляют больше сочувствия и заботы о других людях, чем те, которые имеют достаточное количество денег. То есть они просто понимают, вот ситуацию другого человека, у них это сердце открыто для принятия других людей. А люди, имеющие достаток, они боятся этого делать. Ну, люди, которые имеют достаток, они, например, налоги платят. Тринадцать процентов. А этим все сказано, да? То есть налог заплатил? Ну, отчасти, отчасти. Ну, к примеру, как минимум. Как минимум. А тот, который живет на вокзале, он ничего не платит. Он живет, ожидает, чтобы ему помогли. А они помогают. Понимаете, у них вот эта взаимосвязь, вот эта поддержка друг друга. Мы говорим вот реально для того, чтобы изменить как бы настоящее положение вещей. Если посмотреть на весь мир, наверное, большинство людей все-таки страдают и нуждаются в помощи. Просто нуждаются в помощи. Мы говорим о какой-то материальной, финансовой, нуждаются в крыше над головой. Мы говорим о том, что дети нуждаются в защите, в том, чтобы их лечили, кормили. Но вот от таковой ситуации нам бы хотелось эту ситуацию поменять. А вот почему о своей репутации заботятся очень многие люди, а о своей совести лишь некоторые? Ну, частая репутация, она связана с какими-то внешними проявлениями. То есть человек даже может делать определенные, так сказать, добрые дела. Но делать их в контексте того, насколько ему это удобно или выгодно. То есть это внешние проявления. А совесть это уже тот фактор, который очень часто люди отключают. То есть если тебе нужно достигнуть какой-то определенной цели, и у тебя на этом пути есть препятствия, то ты их проходишь. Даже, знаете, такое есть выражение по головам. Пройтись или ходить. То есть человек идет к своей цели, независимо от того, с чем он сталкивается, или что мешает на его пути. Ну и опять же вопрос, наверное, репутации тоже возникает. То есть для него определенный его статус какой-то или положение имеет большее значение, чем, наверное, человеческий какой-то фактор. Я тут думаю, когда мы об этом говорим, о совести других людей. Не, мы говорим о своей. Мы не переживаем свою совесть. Репутация внешняя положительная, да, это важно. Да, я думаю, что нам нужно всегда понимать, чтобы не скатываться в осуждение. То есть мы не можем говорить о том, что в сердце другого человека. И иногда внешне кажется так, но на самом деле человек испытывает какие-то внутренние угрызения совести и раскаивается в этом. Мы же не отслеживаем всю его жизнь. Вот, да, проблемы есть, и у всех они у нас есть. Да, мы иногда идем против совести. Но как-то вот все-таки на себя нужно больше, наверное, да, смотреть и думать, чтобы нам... Безусловно. Да, да. Смотрите, получается, в любом случае всегда будут нас нуждающиеся. Как бы мы не помогали друг другу, своей группе, чуть больше группе, в любом случае эта группа помогает, кто-то еще. В любом случае всегда это будет, и всегда нужда в помощи будет. То есть никогда не будет решен вопрос, что все будут обеспечены, и нужды никогда не будет. И таким образом поставим галочку, что мы все очень как даем, помогаем, и теперь нуждающихся нет. В любом случае они будут. Но время от времени, где-то побольше, где-то зависит от обстоятельств каких-то, от обстоятельств у людей природных, драматических. А возможностей. В разных странах как бы по-разному устроена социальная защита, в зависимости от... Да, так что в любом случае нужды всегда будут. Вы понимаете, когда я задал этот вопрос, то есть вопрос о репутации, если есть такая коллективная помощь, я не могу отказаться, чтобы обо мне не подумали плохо. То есть совесть моя в принципе не беспокоит, потому что люди живут, которые нуждаются в моей поддержке. Я без какого-то там внешнего побуждения не делал бы этого. Я не переживаю, почему они так живут. Но когда стоит вопрос, что скажут о тебе люди, если ты не помог другому человеку, здесь тогда мы уже думаем о своей репутации. Давайте мы вот читаем книгу «Исход», 3 глава, 7 текст. Мы поговорим о Боге, который видит, не видит то положение, в котором мы оказываемся. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его». Интересно, что мы говорим о том непростом, наверное, времени, когда народ израильский находился вот там, в Египте. Почему Бог раньше не обратил внимания на вот эту ситуацию? У них все было благополучно, либо наступил какой-то уже кризис, край в их положение, что именно в этот момент Господь, как здесь написано, и увидел, и услышал, что происходит с этими людьми. Я увидел страдания народа моего. Да, если читать историю, мы видим, что пришел фараон, написан в книге «Исход», который не знал Иосифа. Сменилась династия. И отношение к Израилю тоже поменялось. То, что он представлял опасность для нового фараона и новой династии. То, что за 400 лет пребывания в Египте сменилось. Сменялись фараоны, но вот теперь пришел враждебный фараон. И за это время он расплодился. Народ расплодился. Да, вышло по разным оценкам от 600 тысяч до нескольких миллионов человек. Это, в общем-то, большая сила. И в случае какой-то гражданской войны они могли представлять большую опасность для фараона. И вот он решил количество израильтян сократить. Знаем, какими способами. И эти ужесточения в конце концов привели к тому, что в Израиле, как написано, возопил. То есть, раньше им было хорошо в Египте жить. Все было нормально при прежних фараонах, которые знали Иосифа или помнили его. А при этом фараоне и при новом строе, новом порядке стало жить трудно. А вот здесь интересно получается, в жизни каждого человека до определенного момента Бог молчит. Но почему многие люди считают, что Бог просто забывает о нас? И действительно, Бог забывает на какое-то время о человеке. Он дает ему время, дает ли время нам, людям, для того, чтобы мы поняли, осознали, приняли какое-то определенное решение, покаялись. И только тогда Бог начинает активно действовать в нашей жизни. Ну, мы так когда рассуждали об этом тоже, и один человек рассказывал историю свою, о определенной несправедливости к нему по отношению, связанной с работой. И когда он пришел на следующий день, то те люди, которые несправедливо поступили к нему, они были уволены. И вот когда он рассказывает, то есть, то он говорит о том, как Бог велик. И вот в этот момент человек хочет сказать «Слава Богу», да? Да. Да, но зачастую мы в жизни замечаем и другой момент, когда происходят какие-то ситуации, и мы ждем очень быстрого решения, ответа на них не происходит. Если вы вспомните историю с насыщением 5000, помните момент, когда Иисус насыщает это количество людей? Ну, опять же, говорит, что там больше было. И буквально проходит день, он встречается с этой же группой людей, и когда он общается с ними, они просят его еще о том, чтобы он еще раз показал им чудо. То есть показал, что… Какое ты отдашь нам знамение, да? Чтобы мы поверили. Чтобы мы поверили. То есть то, что было вчера, это уже… И когда Бог, Он тебя благословляет, когда у тебя так есть называемое процветание, успех, то, ну, естественно, очень легко верить и очень легко благодарить. Но как только начинается какое-то определенное затишье или нет ответа, то очень часто человек спрашивает, ну, как бы, а где Бог? А вот как относиться вот в этот момент? Вот как относиться к Богу и ко времени, когда Бог молчит? Вот реально в твоей жизни ничего не меняется. Я думаю, что каждый из нас оказывался в такой непростой ситуации, когда мы не знаем, чем это все закончится. Ты молишься, ты просишь Бога о поддержке, вопрос не решается. Вот как жить в этот момент? Как относиться к Богу? Продолжай так же считать Его, что Он твой скорый помощник в бедах твоих. Как относиться к этому времени? Его просто нужно пережить или в это время нужно чем-то заниматься? Что делать? Вот когда Бог не отвечает или, вернее, не решается твой вопрос? Вы знаете, Экклесиаст очень мудро в свое время сказал, в одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. Но даже если сравнить институт брака, вы помните, да, есть такой интересный момент, когда люди женятся, венчают. И помните, есть фраза о том, что готовы ли вы и в дни благополучия, и в дни счастья быть со своим человеком, и также в дни несчастья. И вот в чем вопрос заключается, что наша жизнь, она так, по сути, устроена, что есть разные периоды. И мне кажется, один из моментов, он, я не могу сказать, что он прям основной, но бывает такое, что это тоже проверка определенных твоих отношений. То есть, как бы, а на чем вообще строится твое упование? То есть, оно строится на определенном чуде благополучия, или оно строится на чем-то другом? И может быть, Бог иногда допускает такие ситуации в нашей жизни, они, конечно, разные бывают, но точно можно сказать, что после них человек выходит уже другим. Но только вопрос, в какую сторону он пойдет другим? Вы знаете, вот интересная есть история. Кто-то ломается. Да, с Марком Твеном. Кто-то укрепляется. Дело в том, что он родился в верующей семье, они достаточно были верующие люди. И, читая его историю, есть один момент, что когда в его семье произошла трагедия, то это очень сильно его изменило. То есть, он сказал, как бы, а как же Бог, где он был? И после этого начался период жизни, когда он очень сильно, так сказать, критично относился к верующим людям, христианам, потому что он постоянно их высмеивал. Хотя, опять же, его жена, она была верующим человеком. И вот этот период, он очень часто соприкасался. Поэтому это тоже определенная такая проверка для нас, нашей жизни, и как бы она неизбежна. Ну, то есть, мы можем конкретно сказать и утверждать, что да, действительно в жизни наши бывают такие моменты, когда мы являемся оставленными Богом. Или такого вообще не может быть? Наверное, нельзя сказать, что мы оставлены Богом. Мы не слышим Его и, может быть, не ощущаем Его присутствия. Я говорю, что Христос молился, для чего ты меня оставил, обращаясь к Отцу? Если мы посмотрим на многие библейских героев, ну, а для нас очень важна, важна для нас, вот наша христианская жизнь. Вы чувствовали в своей жизни какие-то моменты, когда было такое ощущение, что Бог тебя оставил? Ощущения были, но это не говорит о том, что Бог оставил. Нам кажется, что Бог нас оставил. Бог нас не оставляет. Это наши ощущения, наши переживания, потому что мы не видим ответа, мы не видим каких-то изменений в лучшую сторону в своей жизни. Хорошо, как можно убедиться, что сегодня ты не оставлен Богом? Вот в данный момент, когда у тебя плохо? Наверное, здесь включаться должна вера, когда ты не видишь ничего и веришь. Надежда, ну что значит включаться? Вот у нас есть вера. Она что, где-то ушла куда-то в тень, ее выключили, теперь нужно ждать какого-то момента, когда она включится? Ну, в то образе слова. Ну, как бы быть уверенным, что действительно ты не оставлен сегодня Богом? Гораздо глубже. Я думаю, ну не то, что думаю, так и есть. Мы не должны Бога делать карманным Богом. Вообще, язычники, вот чем отличаются от людей, которые верят в живого Бога, не только тем, что там они идолов делают, выдумывают что-то, не столько этим, сколько философии отношений к Богу. Для язычника Бог – это вот такая вещь. Положил чемодан, понес с собой, значит, куда-то. И он свой, он рядом, он готов себя помочь. Он тебя как оберег, да, он тебя все время от чего-то хранит. А для тех, кто верит в живого Бога, все обстоит не так. Бог велик, Он всемогущ, Он сотворил Вселенную. Вы выйдите, посмотрите на ночное небо, или сберитесь на вершину горы, посмотрите, значит, вниз. Окажитесь там где-нибудь на середине океана, в лодке, да, почувствуйте эту мощь, эту красоту. И у этой мощи и красоты теперь что-то потребуйте. Ну, как бы, не получится. Да, поэтому ответ на эти вопросы, оставил Бог или нет, нужно начинать не с собственных ощущений, а с того, кто такой Бог. А если это воля Его, чтобы вы оказались в таких обстоятельствах, если это Его воля, чтобы вы исполнили какую-то миссию, которую Он вам поручил, ценой своей жизни, вы готовы послужить этому великому всемогущему Богу или нет? Павел, это же совершенно другие же отношения, отношения Бога с человеком, чем такие вот поверхностные, к которым мы чаще всего привыкаем. Мы сегодня слишком много говорим о личных отношениях с Богом. Вроде бы Он как наш личный друг, личный такой карманный психолог, или помогает нам палочка-выручалочка. Ну, где-то, когда-то, может быть, можно так говорить, но мы очень легко тогда впадем в заблуждение. Это не библейский Бог. Библейский Бог – это тот, кто сотворил мир. Библейский Бог – это тот, кто открывает перед нами вечность. И это тот, который знает наш путь еще до того, как мы родились. Это библейский Бог. И, предстоя перед Ним, надо сначала научиться молчать и приводить свои чувства в порядок. И только потом, может быть, что-то Его просить. Но это добрый Бог. И Бог как друг, когда нужно рядом быть. Конечно. Мы можем говорить о доброте. Не строй, не пугай. То есть наше принятие Бога. Вот все мне хорошо принимаю. Завтра что-то поменялось, какой-то негатив, проблемы. Но все. Мне такой Бог, в принципе, не нужен. Или я попал не милость. Мы говорим «добрый Бог». Что значит «добрый»? Мы сразу начинаем ассоциативно размышлять. А вот мы добрые. А вот мы сентиментальные. Что значит «добрый»? Вообще, как можно на Бога переносить наши человеческие ограниченные, испорченные ощущения? Я бы эти термины всегда уточнял. Боже, Павел, смотри, мы читаем «Бог человека любивый, многомилостивый». И поэтому мы его воспринимаем, что он добрый Бог. То есть он не то, что я слежу за вами для того, чтобы страдали. Вот давайте мы прочитаем книгу «Исход 3», глава 16-17 текст. Как раз, я думаю, в контексте того, что вы сейчас сказали. «Пойди, собери старейшин из ралевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаак и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас из угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед». Скажите, почему в нашем представлении о Боге не входит молоко и мед, а только чаще вот Египет? Вот то, что Бог говорит, я вам приготовил вот это, а мы считаем, что в нашей жизни Бог, который готовит нам вот только одни страдания, переживания, вот это рабство. Почему мы не видим этого молока и меда? Для этих людей, которым был обращен этот призыв, все кончилось плохо. Они не увидели. Да, только два человека. Ни молока, ни меда не попробовали. Ничего не увидели, да. То есть, понимаете, мы, когда открываем Ветхий Завет, особенно Пятикнижья, мы читаем глазами современного человека и ставим себя на место одного из этих израильтян. На самом деле, о Пятикнижье написано в понимании того, что народ имеет дело с Богом. Не один человек, не конкретная личность, а народ. И каждый через принадлежность к народу принадлежит Богу. И вообще не важна его собственная жизнь в этом смысле, а важна жизнь народа. Она второстепенна. Она важна, но второстепенна. Это как бы такое было время. А сегодня мы живем по-другому. Для нас важны мы. Что я чувствую, что я переживаю. А что переживает народ, которому я принадлежу, или страна вообще значения никого не имеет. Помните, в недавнем прошлом, в советском, когда мы писали адрес, на первом месте что мы писали? Советский Союз, СССР или город. В конце в самом Иванов Иван Иванович. А сейчас все наоборот. То есть менталитет поменялся. И как бы мы должны это понимать. Когда мы читаем Библию, мы теперь начинаем читать через призму того, что я чувствую, что у меня болит, что я хочу. А в масштабах спасения человечества это большое имеет значение? Вот что я? Ну, наверное, имеет значение, но все-таки не очень. Поэтому, как на войне, если каждый солдат будет бояться умереть, то войну не выиграть. Точно так же и мы. Если мы будем бояться боли, бояться страданий, бояться искушений, которые к нам приходят, бояться смерти, бояться всего, ну, мы, конечно, по-человечески этого боимся, но если мы к этому не будем относиться мужественно, то мы ни на один этот вопрос не сможем ответить. И веру потеряем очень быстро. Да, но Господь хочет как-то поменять это состояние, да, вот наше отношение к жизни, к Богу. И здесь мы, наверное, сталкиваемся с таким моментом, как закон Божий. Вот давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 40 текст. Что Христос предлагает делать человеку? Когда мы говорим, да, 22 глава, с 37 по 40 текст. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сея есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вот Христос сказал эти слова. Скажите, в чём смысл вот этого закона 10 заповедей, данных Богом человеку? Зачем он это дал? Вообще, когда мы говорим о восприятии закона, это всё-таки больше как запрет на какие-то мои желания, либо это какая-то определённая помощь для человека. Вот как сегодня мне относиться к тому, что Бог дал 10 заповедей на горе Сина? Это конституция жизни. Нет, это законы, которые должны управлять обществом и каждым человеком. От правильного исполнения всех законов было благополучие всего общества. Если закон не соблюдался одним, страдало от этого всё общество. Там своровал, убил, все проблемы. Через всё пяти книжек, ну, по крайней мере, через второзаконие проходит мысль, которая периодически повторяется. Я дал тебе заповеди, чтобы жил ты. То есть заповедь дана для жизни. Хорошо, друзья, мы продолжим беседу о 10 заповедях, и не только. Сделаем небольшую остановку в нашей программе. Уважаемые друзья, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Уважаемые друзья, это программа «Опознаем истину». Спасибо, что вы с нами. Хочу, как всегда, напомнить, что если у вас есть вопросы, которые волнуют вас, пожалуйста, вы можете написать в адрес нашей программы. А мы продолжаем нашу беседу. Сейчас мы говорим о том, как Бог дал людям 10 заповедей для того, чтобы они были счастливы. Соблюдение 10 заповедей приводит человека к счастью? Вот к внутреннему вот такого миру ощущения, что я счастливый человек от того, что я соблюдаю эти заповеди. Либо это само собой разумеющееся. И мы говорили о том, что есть люди, которые не знают даже, может быть, что такое 10 заповедей, но в сердце у них есть желание поступать, если мы говорим по-человечески. В Евангелии от Луки есть притча о мытаре и фарисее, которые пришли помолиться в храм. И фарисей был счастлив. Он соблюдал все заповеди. Он говорил, что у меня так хорошо, Боже, я тебя благодарю, что я не такой, как этот рядом, который тут стоит. Я все заповеди соблюдаю, стал их перечислять. И он был счастливым человеком? Был счастливым человеком. Скажите, а что формирует нашу мотивацию? Мотивацию к чему? Вот принятие чего-либо мы говорим, Бог подвигает нас на какие-то лучшие поступки. Бог подвигает нас к тому, чтобы мы соблюдали заповеди, что мы могли заботиться о других людях. Вот что может формировать? Мы только говорим, что это непосредственно, когда я открыл Библию, и вот здесь у меня появляется мотивация, либо что-то другое. Ну, мотивация очень часто формирует момент такого окончательного результата, которому человек идет. То есть, что он хочет получить в конечном итоге. В зависимости от этого очень часто мотивируется вопрос того, что ты идешь. Вот я помню, мы с парнем, ну, когда учились в общежитии, жили, у нас был один парень, который с нами жил, и у него появилась мечта купить себе планшет. Вот, и только-только они стали активно развиваться, появляться. И я помню, что он устроился специально в соседние предприятия, днями и ночами работал. И вот так долго он к этому моменту шел, старался, потом вот он, я помню, как он его купил, распаковывал, пользовался, но потом эта мотивация очень быстро ушла. То есть, как бы, это присытилось, и я смотрю, уже отношение поменялось. То есть, очень часто результат, которого ты хочешь ожидать. И вот с заповедями, и со священном писанием, это тоже момент, то есть, ну, как бы, для чего ты это делаешь? То есть, зачем оно тебе вообще, по сути, это нужно? Вот ты должен ответить на этот вопрос. Да, потому что, ну, очень разные моменты. Бывает, что человек, ну, на каких-то чувствах, какая-то, вы знаете, как говорят, понятие эйфории. То есть, тебе понравилось, тебе захотелось, ну, ты, как бы, это попробовал, применил, и все. Как бы, и на этом все закончилось. А есть другой момент, который человек более стремится, и понимает, осознает, и, как бы, это такой процесс, который он тоже постепенно, ну, в течение всей жизни идет. Если брать священное писание, отношение с Богом, это не момент, который, вот, как бы, наступила такая точка, она закончилась, как бы, и все, я достиг. Нет, это процесс, который проходит всю твою жизнь, и будет до конца дней твоих идти. Ну, если говорить о мотивации к соблюдению заповедей, то, опять же, о них спаситель говорит, возлюби ближнего твоего и Бога. Это любовь. Если человек любит ближних, то он будет служить им. Если он любит Бога, то он будет соблюдать его заповедей, бояться. Это будет естественно. И от души, и не будет каких-то границов. Посмотрите, вот, когда мы говорим о соблюдении заповедей, очень часто употребляется такое слово стараемся. Вот мы говорим сейчас мотивация, любовь. Мы стараемся любить, вот все-таки стараемся, это соблюдаем или не соблюдаем? Вот как мы, мы говорим стараемся, мы оправдываем себя, что мы что-то не доделываем, либо мы хвалим себя, что я это уже умею, я это сделал. Человек в существу все-таки грешное, и у нас очень часто эгоизм встанут его в голове. И иногда нам хочется любить, но у нас не всегда получается, или мы не используем эти методы, или мы любим, и это получается не любовь, потому что оно воспринимается другим человеком, поэтому получается стараемся. Мы любим человека, хотим сделать доброе, уважаем, что-то делаем для этого человека, но не всегда это нам удается, или потому что у нас не получается, или потому что нас воспринимают не так, поэтому это есть, эта борьба, это постоянное. Оно хочется нам, мы не делаем через «не могу», но не всегда бывает хороший результат. А как вы думаете, действие заповедей большинством людей воспринимается как церковное правило или общественное правило? Ну, со временем наущество, оно построено на десяти заповедях. Любой, возьмите кодекс законов, гражданских, уголовных, в основе десять заповедей. По крайней мере, шесть. Да, да. По крайней мере. Но не все, мы говорим. То есть мы как бы это оправдываем, что церковь отделена от государства, но вот люди церковные, ну пусть они и соблюдают закон Божий. Я человек светский, для меня это не является таким особо правил. Мне кажется, проблемой людей, скажем, в современном мире верующих, церковных, христиан, заключается в том, что мы пытаемся как-то отделить все-таки церковных или не церковных. Бог создал всех людей. И государство, да, в современных цивилизованных странах, оно выросло из христианской цивилизации. Оно замешано на десяти заповедях. Другой вопрос, как это там происходит хуже, лучше, там какая элита, насколько она там честна по отношению к народу. Другой вопрос. Но в основе лежит вот эта гуманистическая составляющая, которая заложена в десяти заповедях. А другой-то и основа, по сути. Нет, а что можно предложить? Даже в римском праве она есть, хотя люди, в общем-то, апостол Павел говорит, и язычники, которые не знают Бога, по закону поступают. Римское право, оно, по сути, основано тоже на десяти. Мы где-то пытаемся убрать слово Божие, но кодекс, закон, оно уже все остается. Мы, в принципе, поступаем, потому что именно Господь сказал. Вот почему нас, как и Бога, должны волновать вопросы социальной справедливости, отношения к тем людям, которые, может быть, оказались в сложной такой ситуации. Мы говорим о том, что вот как от тюрьмы, от сумы, да, не зарекайся. Мы знаем очень многих таких людей, которые занимали даже какие-то определенные посты, имели должности, но вдруг так случилось. Не каждого человека стоит осуждать. Вообще осуждать людей не стоит. Почему у нас эти вопросы, вот оказание помощи другому человеку, должны нас волновать, как они и волнуют также Господа? Ну, это же их удел. Ну, вот они слабаки, но не получилось, а он так не хочет. А я так не хочу жить. Вот я поставил перед собой цель, я к этому стремлюсь и добился. А эти люди слабые. Можно же мимо проходить этих людей, просто их не замечать. Ну, по сути, тот закон, о котором мы с вами и говорили, «Десять заповедей», и то, что мы с вами читали в Евангелии, оно и строится тем, что закон-то и проявляется тому, как ты относишься к людям. Дело в том, что, если даже посмотреть в нашей действительности, то для людей нам в самом деле намного легче соблюдать форму и букву закона, чем вообще сущность его. То есть люди готовы очень часто как бы соблюдать большие посты, даже ходить в церковь, делать какие-то обряды. Но зачастую человек не готов чем-то пожертвовать собой или чем-то очень ценным для него ради другого человека. То есть саму форму, да, соблюсти, но, как мы говорим, тот дух, который есть в законе, не каждый готов этим жертвовать. Ну, даже закон помогает нам видеть нужду другого человека, потому что это вроде как бы преподается в такой отрицательной форме, да, ну, или повелительной, вернее, сказать, что вот ты не делай, но ты этого не будешь делать, потому что то, что вы говорили, Павел, если в основе есть любовь, тогда это совершенно другие отношения. Они, когда мы говорим о мотивации, а мотивация одна, это любовь к человеку, это то, что присуще каждому человеку, и где бы ты ни находился. И даже, наверное, самый отъявленный преступник, которому дали пожизненное заключение, он реально понимает, что такое любить. Он понимает, что такое любовь, по крайней мере, любовь матери к этому человеку. Нам сложно как бы видеть нужду другого человека, что мы не готовы где-то, может быть, всегда помогать, или она где-то глубоко запрятана. Вот как бы нужно, чтобы человек открылся, рассказал, и только тогда я могу помочь этому человеку. Либо нужда она на поверхности, просто слишком мы заняты сами собой, и пробегаем мимо нужды другого человека. Ну, современный мир так устроен, что, особенно большой город, что мы все тут вдруг пробегаем мимо друг друга. Проклятие века – это спешка. Человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешек. Да, это мир. Но, с другой стороны, как бы современный мир, основанный на заповедях христианских, решает многие социальные проблемы. Мы не можем сравнить, скажем, современную Россию и страну там сто лет назад и так далее. Есть, в принципе, нет людей, которые бы не получали какого-то пособия. Если ты безработный, ты получаешь пособие в безработице. Другой вопрос, если человек выбрал такой образ жизни. И как он использует то, что минимум, которое он имеет. Да, это как бы поэтому так. Но это совсем не снимает с нас обязанности проявлять милосердие. Оно может проявляться в самых неожиданных случаях. Ты едешь на машине, видишь у человека проблемы какие-то. Колесо проколол или что-нибудь. Ну, скажем. Да, мы не говорим помощь человеку. Это вопрос куска хлеба и какой-то суммы денег. Это вообще отношение просто к другому человеку. Вот когда мы говорим о наших отношениях с Богом, и мы говорим о нашем поведении, наверное, вот как нам разумно поступать в этой жизни, здесь возникает вот такой вопрос. Помогая другим людям, мы помогаем сами себе? То, что мы отдаем бедному, от этого мы и становимся беднее? Вот отдавать. Вот почему Бог говорит, что ты должен отдавать? Вообще Богу есть, например, какое-то дело до наших денег? Вот Богу есть какое-то дело до моих денег? Он побуждает ли меня сегодня отдавать деньги? Написано отдавать от прибытка. Не отдавать просто. Просто отдавать, такого нет. Ну, смотрите, Павел, отдавать от прибытка. Давайте мы прочитаем книгу пророка Малахии, 3 глава, 10 текст. Давайте прочитаем этот текст. То есть, если, действительно, если Богу какое-то отношение до моих денег, должен ли я со своей стороны что-то отдавать? Потому что отдавать – это тот совет, который предлагает нам Господь, и вот отдавать, может быть, не всегда хочется. Что пишет пророк Малахии? «Принесите десятины в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка». Спасибо. Как вы думаете, почему Бог дал такое восстановление? Ну, пророк Малахия возвращение из плена. Забыли, израильтяне, что храм надо содержать? Забыли о том, что там приношения должны два раза в день совершаться, о том, что там должны быть священники, где хранится и читается закон Божий. Но деньги шли, когда Бог призывал, когда интересно там слово «десятины», мы говорим о левийской десятины, мы можем говорить и о том, когда человек мог распоряжаться своими деньгами, но скажем это, как еще какое-то количество денег, которые я не оставляю у себя, но я даю как дар, как пожертвование. Почему Бог побуждает это делать? Можно я прочитаю? Патриархию пророков написано замечательно. Это христианская писатель Элли Вайт, да? Да. Написала эту книгу. Да. Это усыновление содержало для богатых благословений не меньше, чем для бедных. Оно должно было удерживать их от алчности, склонности к самовозвышению, способность развивать развитие благородного духа, благотворительности, доброй воли и доверия между всеми сословиями, обеспечить общественный порядок и упрочение государственного сыроя. Мы все, как отдельные нити, вовлечены в некую ткань человечества. И все, что мы можем сделать для блага других, вернется нам благословением. Ну, это вот как бы, знаете, дается совет современного человека, что кроме твоих расходов у тебя должны быть еще какая-то определенная сумма денег, которую ты должен скопить для того, чтобы эти деньги потратить на другого человека. Как вы думаете, сегодня современный человек способен принять такой совет? Когда люди говорят, у меня на себя не хватает, а это не простые деньги, то есть не маленькие деньги, что ты должен отложить еще для другого человека, накормить, напоить, оказать ему какую-то помощь. То есть для современного общества это вообще, вот эта идея, заложенная в Священном Писании, она приемлема, это не слишком ли большое требование к нам отдавать деньги на чужих людей? Ну, это естественно, человеку как бы оказывать помощь, помогать другим. Это не обязательно в виде там физической помощи, это может быть в виде финансовой помощи. Да? Естественно. Ну, на самом деле, есть сегодня достаточно много людей, которые желают помогать. Вопрос в том, что проблема, которой люди сталкиваются, это кому действительно нужна помощь, и кому бы они хотели помочь. Потому что многие люди из-за чего разочаровались? Что они кому-то помогали, но, как выяснялось позже, эта помощь... Эти деньги шли, да, не по назначению. Да, не по назначению. И человек из-за этого разочаровывается. Но если бы кто-то показал ему, что вот действительно этому человеку или этой семье, или еще что-то там, может быть, какая-то беда, трагедия случилась, там реально нужна помощь, то достаточное количество есть людей, которые сегодня готовы это сделать. И готовы дают. Есть очень много фондов, действительно, которые занимаются... Да, и готовы серьезно складывать деньги и помогать. И люди отдают. Очень важный момент. Мы, читая Библию, читая заповеди Божии, как бы видим в этом, в первую очередь, момент религиозный. Исполняя букву закона, мы угождаем Богу. Но не в этом замысел. А замысел в социальной справедливости. Бог создал человека для жизни. То есть, Господь разными способами хотел восстановить вот этот человеческий статус, чтобы человек никогда не чувствовал себя рабом. И закону дам именно для этого. И угнеченным, но чувствовал, что если он с Богом, это он живет в свободе, он живет вот в этом мироощущении, когда тебе хочется жить, да, и строить отношения с людьми. Благодарю вас, друзья, за участие в программе. Хочу также вас поблагодарить, друзья, когда мы сегодня говорили о проекте «Нового мира», мы могли представить себе, какие Бог давал повеления для человека, для того, чтобы мы могли замечать тех, которые нуждаются в нашей помощи. Бог издавал специальные законы, давал указы для людей, для того, чтобы они могли остановиться и увидеть того нуждающегося, который просит о помощи. Мы должны понимать, что там, где есть Господь, всегда есть надежда. И Бог желает, чтобы мы имели эту возможность отдавать, потому что тот, который отдает и делает что-либо для человека, то делает для Господа. Пусть добрый Бог благословит нас, чтобы мы могли видеть тех людей, которые сегодня нуждаются в нашей помощи. Речь не идет только о деньгах. Речь идет о нашем внимании, о нашем сочувствии, о нашей, может быть, моральной поддержке этих людей. Давайте не будем проходить мимо этих людей, которые оказались сложной ситуацией в жизни, но чтобы они в нас видели тех людей, которые желают человеку добро. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего, друзья. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok